Бюджет Магадана на ближайшие три года обсудили на публичных слушаниях в муниципальном центре культуры. Проводятся они в соответствии со 131-м федеральным законом об общих принципах организации местного самоуправления. Принять участие в процедуре может любой магаданец. Жители областного центра имеют право проголосовать как за утверждение бюджета, так и против. По словам специалистов, бюджет на 2021 год будет заметно больше, чем в этом году. Это связано с тем, что в регионе растет заработная плата и повышаются налоговые отчисления, отмечают эксперты. У нас, несмотря на сокращение субъектов малого бизнеса, количество занятых в отраслях экономики города растет, следовательно, зарплата будет больше. Мы переходим с единого налога на вмененный доход на упрощенную систему налогообложений, а она будет более жесткая, чем единый налог на вмененный доход. Предприниматели будут платить все-таки больше, чем они платили по ЕНВД. Это, конечно, не очень комфортно для предприятий, предпринимателей. Нужно, наверное, подумать о каких-то льготах дополнительных, которые они получат, по крайней мере, в переходный период. Но бюджет от этого, конечно, выигрывает. И в цифрах это сегодня было показано. Объем финансовой помощи на 2021 год бюджету Магадана будет значительно существеннее и превысит сумму, которая была в 2020 году, отмечают эксперты. Поэтому руководство города сможет реализовать многие планы по благоустройству фасадов, школ, детских садов, домов и других общественно важных учреждений. Однако трехлетний бюджет до 2023 года еще не до конца изучен. Экономисты области откорректируют эти данные в ближайшее время. В целом бюджет города идет в плюс, отметил глава областного центра. Предполагается и хорошее финансирование по федеральным программам. Соответственно, будет улучшаться и инфраструктура города, строятся школы, спортивные комплексы и ремонтироваться дороги. Бюджет столицы Колымы формируют и налоги тех предприятий, которые работают на территории муниципалитета. Это, например, налог на прибыль, налог на доходы физических лиц. При этом, как отмечают эксперты, чем больше денег в субъекте – федеральных, региональных, местных – тем выше будет бюджет города.